Обычно на хоккее царит драйв. На трибунах Титов-арены почти всегда аншлаг. Так было еще месяц назад. Накануне из-за запрета на посещение спортивных мероприятий все изменилось. Команды в полных составах, а вот поддержки нет. Матчи теперь проходят без зрителей. Зато в комментаторской пополнение. Первый период комментировал сам министр спорта края Алексей Перфильев. Несмотря на отсутствие болельщиков, наши хоккеисты вышли на лед с уверенностью в собственной победе. Все команды равны. Здесь нет какого-то слабого соперника или сильного соперника. Надо выходить на каждую игру, как на бой, и сражаться на победу. Сражаться на победу барнаульцы начали с первых минут и сразу же перехватили лидерство. Уже в первом периоде в ворота гостей влетело две шайбы. В начале второго туда же отправили еще одну. К третьей 20-ти минутке казалось, что динамовцы смогут выиграть в сухую, но после удаления с поля наших хоккеистов игроки «Кристалла» активизировались. Два периода играли хорошо. Третий период мы никак не играли. Может быть, там в конце немножко дисциплина на первый план выходит. Игроки не имеют права больше двух минут играли втроем. С этим, конечно, разберемся. Во втором матче серии сложилась зеркальная ситуация. По словам хромых, динамовцы начали скомканно и долго разгонялись. Но, несмотря на это, все-таки одержали победу в овертайме со счетом 4-3. В матче особенно отметился Гатар Сафаров. На его счету хэт-трик и голевая передача. Динамо Алтай укрепили лидерскую позицию в турнирной таблице, и теперь их ждет матч с аутсайдерами – красноярскими рысами. Артем Гусельников, Алексей Фризин. Абсолютно. Спасибо.